Здравствуйте! Сегодняшняя тема выпуска – это творчество американской рок-группы под интересным названием «Автоматик Мэн». Это группа из Сан-Франциско. Она была основана в середине 70-х. Группа играла музыку с элементами арт-рока, психоделического рока, фьюжена, фанка. Группа очень интересная в том отношении, что выпустив всего два альбома, эти альбомы очень сильно отличались друг от друга по стилю исполнения музыки, но оба альбома, на мой взгляд, весьма замечательны. В группе были прекрасные музыканты. Я, когда купил первый их альбом, а я его купил исключительно не из-за музыки, потому что я ничего не знал об этой группе, когда покупал этот альбом. Я купил исключительно из-за изображения головы инопланетянина на обложке альбома. Сегодня для нас привычно подобное изображение – это большой лоб инопланетянина. Вот такая форма головы. Но дело в том, что считается, что впервые подобное изображение инопланетянина на продукте массового потребления было именно на вот этом дебютном альбоме группы. Вот этого одного факта мне, как коллекционеру, было достаточно, чтобы купить этот альбом. Но когда я его поставил, послушал, оказалось, что музыка гораздо лучше, чем изображение на этой обложке альбома. И оба альбома, я потом купил и второй их альбом, оба альбома оказались довольно-таки приятными для прослушивания. И, я бы так сказал, тут необычные, потому что действительно очень сложно определить, в каком же стиле эта группа играла. Я думаю, что такие альбомы могут заинтересовать многих любителей рока 70-х, потому что, ну, необычно ребята играют. Тем более, повторюсь, что в этой группе были довольно-таки знаменитые и замечательные талантливые музыканты. Я вам сегодня расскажу об этих альбомах двух, которые они выпустили. Это первый дебютный альбом и их второй альбом. И расскажу, конечно, немного о самой группе. К сожалению, как вы видите, конверты этих альбомов, которые я приобрел, экземпляры для своей коллекции, они довольно-таки немало потертые. Я не смог найти, как я не старался, я не смог найти альбомы эти в хорошем состоянии. Все, что мне попадалось, было еще в гораздо худшем состоянии, чем данные бложки. Но, к счастью, сами пластинки и первого, и второго альбома находятся в прекрасном состоянии. Они имеют некоторое, это может быть где-то поскрипывание, но нет никаких щелчков, нет надоедливого фонового шума. Отлично играют оба альбома. То есть, при такой внешней непрезентабельном состоянии, пластинки, тем не менее, сами выдают прекрасную музыку, на мой взгляд, в вполне приемлемом состоянии звучания. Итак, сначала немного о самой группе. Инициатором и первым из основателей группы «Автоматик Мэн» был американский барабанщик, перкуссионист и композитор Майкл Шриф. Срок девятого года рождения. Он наиболее известен как барабанщик рок-группы «Сантана», игравший на первых семи альбомах группы с 1969 года по 1974. Он стал савтором четырех треков для альбома «Караван-сарай», а также сопродюсером этого альбома. В свои 20 лет Шриф был вторым самым молодым музыкантом, выступившим в Удстоке. Он там выступал с «Сантаной». На протяжении всей плодотворной карьеры музыкант Майкл Шриф написал, спродюсировал и сыграл на альбомах, которые были проданы миллионами тиражами по всему миру. В 2016 году журнал «Роллинг Стоун» включил его в число «100 величайших барабанщиков», а в 2011 году читатели того же журнала выбрали его одним из десяти лучших барабанщиков всех времен. В 2016 году Майкл воссоединился с оригинальной группой «Сантаной», чтобы выступить и записать новый альбом «Сантана-4», на котором представлены две его оригинальные песни. Майкл Шриф покинул группу «Сантана» в первой половине 70-х годов, чтобы изучить другие музыкальные направления. Это привело его к работе с экс-певцом-клавишником группы «Трафик» Спенсера Дэвис Групп, Стивом Винвудом, с перкуссионистом-клавишником и композитором «Сто моя машта» и знаменитым клавишником Клаусом Шульца. Они работали вместе над альбомом «Гоу» группы «Сто моя машта» с «Гоу», вышедшим в 1976 году. Именно во время работы над этим альбомом Майк Шриф и Тодд Кокрен решили организовать новую группу «Автоматик Мэн». В то время Тоду Кокрену было 25 лет, он 51 года рождения. Американский пианист, композитор, клавишник, известный под псевдонимом «Байеты». К тому времени уже почти 10 лет он был частью джазовой сцены, играя с известными джазовыми исполнителями. Он даже уже успел выпустить два сольных альбома в стиле джаз-фанк. Кокрен был вундеркиндом, посещавшим в подростковом возрасте Тринити Колледж Музыки в Англии. Остромное сочинение песен и творческий поиск Тода в сочетании с музыковическими инстинктами Майка Шрифа и отточенным опытом сотрудничества и привели к формированию «Автоматик Мэн». В то время Тодд Кокрен был поглощен философией индуистского монаха Свами Вевекананды, который в конце XIX века представил индуизм в Америке. Его идеи были восприняты такими известными мыслительными гуманистами, как Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг. Название группы «Автоматик Мэн» содержит фонетическое устремление «атмен» – санкритское слово, которое можно перевести как «дыхание» или «я», и которое часто называют «духом», «душой» или «истинным я». Майк Шриф и тот Кокрен встретили гитариста Пэта Тролла, как раз работая над альбомом «Гоу» группы Стома Ямашта с «Гоу» и предложили ему работу в новой группе «Автоматик Мэн». Кстати, в моей коллекции есть один альбом того же Стомата Ямашта, в записи которого принимал участие Майкл Шриф и Донни Харви, вместе с Клаусом Шульцем и другими. Альбом называется «Гоу Ту». Музыкальности альбома – это джаз-рок, джаз-фанк, экспериментальный парок-рок, фьюжн. Мой экземпляр этого альбома – это все еще запечатанный оригинал, выпущенный в 1977 году в США. Последним четвертым членом нового коллектива «Автоматик Мэн» стал бас-гитарист Донни Харви, выступавший со своими братьями в блюзовых, джазовых и духовых группах, играя на бас-гитаре и на обыкновенной гитаре. По словам брата Донни, регги Харви, Донни присоединился к группе «Автоматик Мэн» совершенно случайно. Он как-то оказался рядом с помещением, где проходили репетиции «Автоматик Мэн». И в тот момент у них отсутствовал басист Дэвид Райс. И они попросили Харви сыграть с группой, чтобы не сорвать свою репетицию. Харви согласился и отыграл с ребятами всю репетицию. Его игра произвела впечатление на Криса Блэквелла, президента звукозаписывающей компании «Айленд Рекордс». И Харви предложили подписать с группой контракт. Донни Харви начал свою музыкальную карьеру с классической музыки. Его первым инструментом был кларнет. Но он переключился на виолончель, прежде чем заняться струнным басом. Как студийный музыкант, Харви играл на бас-гитаре с Филом Коллинзом, с группой «Брэнд Икс», Биллом Бруфордом и Стивом Уинвудом и другими. Он даже заменял великого Алана Холсфорта на посту гитариста в группе «Гонг». Большую часть года группа репетировала в Сан-Франциско в доме Майка Шриева. Майк купил инструменты для всех членов группы. Его девушка Мария Исмаэль каждый вечер готовила замечательные ужины для парней. Когда группа подписала контракт со звукозаписывающей компанией «Айленд Рекордс» на выпуск своего первого альбома, группа перебралась в Лондон, где и начала работу над своим дебютным альбомом с известным инженером записи Китом Харвудом. Одноименный дебютный альбом группы был выпущен в 1976 году. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в США. Альбом записывали в Olympic Studios в Брандсе. В итоге над дебютным альбомом работали фронтмен, клавишник и певец Байете, это прозвище сценическое Тодда Кокрена, он же автор или савтор практически всех песен этого альбома, Донни Харви играл на бас-гитаре, Пэт Троул на гитаре, а бывший перкуссионист Сантаны Майкл Шриф на барабанах. Альбом содержит смесь проррессивного космического рука и джазового синтеза с жесткими гитарами и многослойными синтезаторами. Баланс элементов рока и фанка был подобран правильно, что сделало альбом доступным и потенциально привлекательным для широкой публики. Можно сказать, что по стилю музыки группа находилась на своей личной территории, которую нельзя было однозначно отнести к какому-либо определению известного стиля. Хотя у группы есть некоторое сходство с Хендриксом, Стиви Уандером, группами Махавишна Оркестра и группой The Tubes. Но они подошли ближе к краю прогрессивного рока. Этот альбом основан на сильном написании песен. Как рассказывал в последствии тот, как Рен, очарование написания настоящих песен о любви было зафиксировано в моей голове. Но мне все же хотелось размышлять о мхе, растущем на дереве, или запахе листьев эвкалипта, или путешествии на необитаемую безымянную планету. Чтобы действительно попасть туда, я знал, что мне нужно связаться с правильными музыкантами. Оглядываясь назад, скажу, что «Автоматик Мэн» был галлюцинацией, незабываемым, осознанным сном. Сочетая слова и музыку, уличную поэтику, технологичные образы будущего и повествования истории, с безграничными возможностями изобретательного вокала, клавишными, наполненными блюзовыми корнями, виртуозной рок-гитарой и рок-фьюжн-басом, энергетичными барабанными ритмами и синтезированными электронными звуковыми ландшафтами, «Автоматик Мэн» был как творение мира фэнтези, из льда и огня. Тот, как Рен и Майк Шриф вместе с гитаристом Пэтом Троллом и басистом Донни Харви создали химию жанрового арт-рока. А сказывая людям истории, группа сочетала музыку с сюрреалистическими образами и в литературно-лирическом стиле шутила о соединении полярностей древнего и футуристического. Это сообщение группа передавала со страстными темами социальной осведомленности и заботы о лучшем человечестве. Экзотические сюжеты присутствуют почти в каждом треке альбома. Здесь космические путешествия, Атлантида, астральные проекции, карма, ангелы, инопланетяне и другие мистические вещи, и глубокая любовь. Тем не менее, тексты песен не поверхностны и не глупы. В них есть определенное послание и привлекательность. Трек «My Pearl» был выпущен как сингл. Это приятная песня, наверное, самая дружественная для того, чтобы ее прокручивать по радио. За ней следует трек «Ride Back Down». Временами вокалист Байетта напоминает Фила Бейли из группы «Earth Wind A Fire». «Petrol» немного напоминает Дэрила Холла. Есть множество примеров виртуозности исполнителей, что можно услышать в любом из треков этого альбома. Каждую песню приятно слушать. Трек «Coming Through» – это прекрасный образец рок-классики 70-х. Звучание песни «Atlantic Rising Fanfare» и трека «Тема восхождения Атлантиды» близко по стилю к музыке Махавишна Оркестра. Первая сторона пластинки закачивается замечательной мелодией «Гени-гени». Вторая сторона пластинки более мощная, хорошая и запоминающаяся все песни. «Ride Back Down» и «There is Away» полны тяжелой, но душевной гитары. И баса – великолепной выразительной игры на барабанах Майка Шрифа и выразительного мощного вокала. Наиболее впечатляющим примером звучания группы, вероятно, является заглавная песня альбома. Риффы потокролла напоминают стиль игры Хендрикса. Послушайте гитарное соло тролла в заглавном треке. Отличная работа. Пышные клавишные аранжировки добавляют реверберирующий слой почти инопланетного смещения к общему звучанию происходящего. Между тем, более легкие номера, такие как «One and One» и «Newspapers», демонстрируют более потусторонний, холодный инопланетный звук. Кстати, создание песни «Newspapers» было вдохновлено статьей «San Francisco Chronicle». Треки «Atlantis Erising» и «Installar Tracking Devices» ближе к космическому руку. Тексты с духовным уклоном, об ангелах, небесах и о том, как мирские вещи разлучают нас. Клавишные в этих двух песнях, как и во всех треках этого альбома, космические, веселые, загадочные и тяжелые, когда это необходимо. Оформлением обложки дебютного альбома, как и второго альбома «Грубы», занимался художник Дуэн Зерю. Он изобразил лицо инопланетного существа на обеих обложках двух альбомов. И здесь присутствует рельефное изображение, и вот даже кончиками пальцев можно ощущать глаза и очертания данного изображения. Оформление обложки – это инопланетное лицо, которое должно было представлять человека без тела, только с духовной энергией и аурой, обеспечивающей визуальную форму. На внутреннем конверте первого альбома изображено лицо с египетскими крыльями, парящее над пирамидой, поднимающееся подобно Атлантиде с бушующего океана. На внутреннем конверте альбома есть надпись «На гитарах не использовались синтезаторы», которая как бы подчеркивала, какой органичной и настоящей была музыка в 70-х. Когда вышел дебютный альбом, группа столкнулась с проблемой воспроизвести этот альбом вживую, на концертах. Группа выступила в Европе и США в 76-м году, но им было трудно передать магию альбома, поскольку большая часть его динамики была обусловлена слоистыми синтезаторными линиями и различными эффектами, примененными к гитаре и барабанам. Все это было трудно воспроизвести со сцены на концертах. Своим дебютным альбомом группе удалось привлечь внимание широкой аудитории. Сингл «Моя жемчужина» поднялся на номер 97 в чартах США. Сам альбом «Automatic Man» достиг 75-й строчки в чарте Billboard Hot 100. Это солидный альбом из второй половины 70-х. На этом альбоме нет наполнителя, и его действительно приятно слушать от начала до конца. В 2004 году компания Cherry Red перевыпустила данный альбом на CD. И он был выпущен в Великобритании. И вот до сих пор идут споры у фанатов группы, данный альбом при переиздании был выпущен с оригинальных мастер-лент или нет. Но так как мне данный CD в руки не попадал, сравнивать мне было не с чем. Да и, собственно, и не с чем, так как у меня есть в коллекции оригинал на виниле. Но вот споры идут до сих пор. Сделано это с оригинальных мастер-лент или нет, качество лучше или хуже и так далее. Но у меня возможности сравнивать не было. Вторым и последним альбомом, выпущенным группой, был альбом Visitors. Данный альбом оформлен так же, как и дебютный альбом. Единственное, что изменился цвет обложки альбома. А изображение лица инопланетянина осталось тем же. Данный альбом был выпущен в 1977 году. В моей коллекции он представлен оригиналом, выпущенным в США. Хотя этот альбом по-прежнему содержал космическую тему, но он был явно больше ориентирован на фанк и местами даже имеет место слабое ощущение диско, слышимое на первых двух треках. Вокал на альбоме напоминает работу группы Earth, Wind & Fire. Вокал баяты звучит, как пение Фила Бейли. Все песни альбома написаны Тоддом Кокрином. Во время работы над альбомом гитарист Пэт Тролл все еще был участником группы, но бывший сантановский ударник Майк Шриф и басист Донни Харви ушли из группы. Как говорил Шриф, мы поссорились, и остальные участники группы переехали в Лос-Анджелес и записали там еще один альбом без меня. И на этом все. Это был сильный удар, так как фанаты группы рассчитывали, что сама группа «Автоматик Мэн» изначально создавалась для демонстрации талантов Майка Шрифа. Баята и Тролл наняли новую ритм-секцию. Ушедших из группы музыкантов заменили басист Джером Римсон и барабанщик Глен Симмонс. Кстати, Джером Римсон сыграл на бас-гитаре на треке «Человек из Манхэттена», который присутствует на альбоме «Ghost of the Smile», в записи которого принимали участие Фредди Меркури на фортепиано и вокале, а Брайан Мэй играл там на гитаре. С 1974 года Римсон был музыкальным директором Вана Моррисона, отыграв в нескольких его концертных турах, а в 1976 году он сыграл на джазовом альбоме «Ella Jera Glow». Глен Симмонс с 1974 года являлся барабанщиком у американского певца Эдди Манни. Альбом «Visitors» был синтезаторный и танцевальный, что демонстрирует треки «Give It To Me» и «Live Wire». Более быстрой паузы, неожиданные всплески громкой гитары и изменение темпа в треке «Here I'm Now». Стильный фан-рок с прогрессивными соло-клавишными и большим количеством гитары. На второй стороне альбома есть песня об НЛО, напоминание космороки первого альбома группы. Вторая сторона альбома более роковая, благодаря «Petut Roll». Джазовый опыт Тодека Крена подвинул его к очень интересным аранжировкам, которые мы слышим на этом альбоме. Весьма приятный альбом, как для своего стиля, хотя ему не хватает щегольства дебютного альбома. Альбом занял 109-ю строчку в чарте США. В большинстве своем критике и слушателе прохладно приняли этот альбом. Альбом не стал коммерческим прорывом для группы, на которые они надеялись. И, к сожалению, после выхода этого альбома группа распалась. После распада группы «Automatic Man» у всех членов группы сложилась довольно-таки замечательно их дальнейшая музыкальная карьера. После ухода из «Automatic Man» Шрифт продолжал оставаться одним из самых востребованных барабанщиков в музыкальном мире. Он работал с Питом Таунсендом, Миком Джаггером, с группой Rolling Stones, Джорджем Харрисоном и многими другими. Майк Шрифт также сочинял музыку для кино и телевидения. В 1998 году Шрифт вместе с Сантаной был занесен в зал славы рок-н-ролла. Тот Кокрин и далее писал музыку, продюсировал, играл на клавишных гитаре, программировал синтезаторы для самых разных артистов, включая Арито Франклин, Эминема, Гровера-Вашингтона-младшего и многих других. Он работал в таких жанрах, как фанк, нью-эйдж, джаз-диско и их комбинациях. С 2000 года Кокрин в первую очередь закомендовал себя как композитора для фильмов, а также вновь занялся классической композицией, которую он изучал в начале своей музыкальной карьеры. В 2006 году Тот Кокрин написал «Сюиту» для Волторны и фортепиано под названием «Пропавшие мили». Это произведение было посвящено Майлзу Дэвису. Пэт Тролл работал с бывшим басистом «Ди Перпл» Гленном Хьюзом и был участником группы Пэта Треворса. В 1987 году он записывался и гастролировал с Брюсом Спрингстоном. В 1988 году Тролл гастролировал Джеком Брюсом. Позже Тролл присоединился к группе «Азия» и играл на соло-гитаре, возрождающейся метлоу в 90-х годах. Он также записывался с Бейонсе, Алтоном Джоном, Тиной Тернер и Дэйвом Стюартом и многими другими. Тролл был номинирован на премию Грэмми за песню Бейонсе «Crazy in Love», а также был номинирован на две премии Грэмми за альбом Фрэнка Оушена «Channel Orange». Донни Харви стал соавтором и исполнил оригинальную мелодию к саундтреку к фильму о Джеймсе Бонде, шпион, который меня любил. Наряду со студийной работой в лондонских студиях Донни гастролировал по США с успешным проектом Гоу японского исполнителя Стуму Ямашты. В конце 80-х Донни Харви присоединился к популярному Сан-Франциско регги-бит-бенду Caribbean All Stars в качестве басиста, вокалиста и музыкального директора. Донни Харви умер в 2011 году. Джером Магимсон продолжил постоянно работать с Ваном Моррисоном до 1984 года. Потом он работал с ним эпизодически. Он сыграл на бас-гитаре в саундтреке клуб «Одиноких сердец» Сержанта Пеппера. Он также активно сотрудничал с Филом Лайонотом из группы «Финлизи». Клинт Симмонс со своей базы в Лос-Анджелесе продолжал гастролировать и записываться со многими известными исполнителями, включая Стива Перри, Дэйва Мэнсона, Дункана, Эту Джеймс и другими. Я вам сегодня рассказал о творчестве группы «Автоматик Мэн». Группа выпустила всего два альбома, поэтому не так много было о чем рассказывать. И в конце я хочу вам напомнить, что сейчас за окнами моей квартиры в моей стране Украина идет война, разрушено 144 тысячи жилых домов, 2 миллиона 400 жителей Украины потеряли свое жилье, почти 8 миллионов беженцев украинцев живут в различных странах мира на сегодняшний день. Это данные не Украины, это данные ООН. Вы представляете, 8 миллионов украинцев покинули свою родину, свои дома. На сегодняшний день в Украине российские мировые войска убили 459 детей. 917 детей ранены. Это результат того, что люди позволяют делать с собой российской пропаганде. Они лепят на себя букву «З», вот это «тавро», как раньше, да и сейчас, наверное, кто владеет стадом, свое стадо как-то метит. Вот Путин свое стадо пометил. Стадо тех нелюдей, которые убивают моих сограждан, детей и стариков. Он им налепил букву «З» на разные места тела. И вот это стадо сегодня и вчера, к сожалению, и завтра будет бродить по территории Украины. Наши солдаты, украинская армия делает все возможное, чтобы вот это стадо нелюдей покинуло Украину. потому что те ужасы, которые они творят, не снились даже эсэсовцам гитлеровских войск. Они творят страшные вещи. Убивают, пытают, насилуют, грабят. Это вот какое-то, знаете, как вот на поля приходит саранча, и вот когда она уходит, от поля не остается ничего. Вот точно так же, куда пришла в Украине российская армия, не остается ничего. Городов нет, они исчезают. Остаются страшные какие-то развалины, где уже, ну, точно невозможно жить. И даже не представляешь себе, как такой город, разрушенный до такой степени, можно восстановить. Я хочу еще раз обратиться к гражданам России. Российская Федерация — это ваша страна. Она принадлежит вам. Вы не рабы кремлевских баринов. Вы руководите в стране на самом деле. И для того, чтобы все это остановить, то, что творится в Украине, нужна ваша воля и ваш голос, ваши действия, чтобы прекратить эту войну, где умирают люди двух стран. Сделайте что-то для этого, хотя бы что-то, что вам доступно, что вы можете. Потому что если каждый будет предпринимать какие-то действия, эта страшная реальность перестанет быть реальностью. И будет мир, который нужен и России, и Украине. А все эти мифы про отравленных лебедей, каких-то комаров отравленных, грязные атомные бомбы, про то, что здесь натовцы воюют вместо украинцев. Все это бред. Бред для того, что завести эмоционально и дать какую-то эмоциональную подушку для старта вот тому парню, которому вручили автоматы и сказали, иди убивай украинцев там. Вот ты сейчас, если их не убьешь, они придут сюда убивать. Не собирается никто из Украины идти в Россию. Кого-либо убивать. У нас здесь, в Украине, достаточно земли, достаточно средств, достаточно всего для того, чтобы жить нормальной жизнью, которую сейчас и сломала Российская Федерация. Ну а на этом на сегодня все. Приятного вам послушания музыки. До свидания.